Сегодня в украинской школе гимназии Симферополя единственной украиноязычной школе прозвенел последний звонок. Он стал последним звонком и самой украинской гимназии, которая со следующего года перейдет на русский язык обучения. Правда, в каждой параллели обещают оставить по одному украиноязычному классу. Абсолютно в каждой параллели. Фактически у нас открывается 8 новых классов в украинской мове викладания. В %- это приблизительно 30% батьков написали заяви в украинской мове викладания. Виявилось, что батьки шли на примещение, на хорошие условия. В результате тестирования виявилось, что батьки шли только на хорошие условия. Было выгодно, чтобы их дети знали хорошую украинскую мову, они ведь давали в классы с украинской мовы. Некоторые из родителей были вынуждены написать заявление с просьбой обучения на русском языке, чтобы ребенок оставался в своем классе со своими друзьями, учителем и в привычной ему атмосфере. Писали заявление на русском языке обучения с изучением украинского, крымско-татарского языков. Весь класс написала, чтобы ребенок оставался уже в своем коллективе, со своими друзьями. Я написала тоже русский язык, потому что независимо от моих взглядов, чтобы ребенок учился уже в своем классе. Класс сформировался, переходить, опять учитель менять – это новый стресс. Поэтому я написала и крымско-татарский, и украинский, пусть дети учат языки. Стоит отметить, что на родительском собрании министр образования Крыма Наталья Гончарова не раз подчеркивала, даже если родители выберут для своего ребенка обучение на украинском или крымско-татарском языке, то впоследствии в старших классах ему все равно придется изучать предметы на русском и на нем же сдавать единый экзамен. В свою очередь, сами родители сомневаются, что в некоторых параллелях вообще останется украинский класс. Восемь классов всего украинских оставляют в этой школе. Из них два под вопросом. То есть даже на одной параллели может не оказаться одного украинского класса, после того, что вся школа шла на украинский язык, детей отдавали на язык обучения. И, конечно, нам очень больно, что наша школа, наш дом, наша, так сказать, созданная нами обстановка в школе, атмосфера, и те условия, в которых дети обучались, все это меняется. И, к сожалению, не в лучшую сферу. Мы записали детей в украинский класс, но если у старшей он набирается, то у младшего под вопросом. Может быть, не будет вообще в четвертом классе украинского класса. И у ребенка не будет возможности продолжить обучение на том языке, на котором мы хотим. Нам обещали, что права будут у всех, что, да, будет право выбора, а получается не совсем так, как нам и было. Но несмотря на то, что якобы по результатам мониторинга, по желаниям родителей, проведенного Управлением образования Горсовета Симферополя, большинство заявлений поступило на русский язык обучения, сегодня многие дети традиционно пришли в национальных украинских вышиванках. Семья Натальи, у которой в украинской гимназии учатся двое детей, переезжает из Крыма в Украину. Говорит, решение далось нелегко, здесь родилась и выросла она и ее родители. Но смириться с тем, что оставшись, ей и ее детям придется сменить не только язык, но и родину, не может. Это моя родина, это моя жизнь, так же, как родители не выбирают, я не могу. И мой муж, и мои дети. Если бы вы почитали сочинение моего сына, все бы стало понятно. Он вырос в этой гимназии. Он должен, типа, шаны с третьего класса высыть. И, ну, за завдяки этой гимназии, этим учителям, я дуже вдячна им и дуже их люблю. Я филолог, до речи, российскую мову и литературу по першему своему образованию. Так что, русский язык я тоже очень люблю, но это, как бы, немножко подмена понятий, понимаете, разные вещи. Мы их растили патриотами, патриотами Украины. И они любят украинский язык, они любят родину. Сейчас сложно детям объяснить, что взрослые дяди и тети решили изменить нашу родину. И сложно объяснить детям, что надо любить Россию так же, как мы любили Украину. Словами это не объяснить. Они должны это почувствовать, они должны сердцем это принять. Пока мы в растерянности. Мы не знаем, как дальше мы будем жить, как мы будем учиться, и что мы детям, какие духовные ценности мы им должны дать. Родители также опасаются, что с изменением статуса гимназии упадет уровень качества образования. В начальной школе у детей была особая учебная программа «Интеллект Украины», разработанная харьковскими учеными, предполагавшая углубленное изучение ряда предметов, которых в российских программах обучения попросту нет. Что касается гимназии, я вам скажу, это тот институт, институт власти детской, который у меня, как у родителей, разрывается сердце, разрывается душа. Потому что, конечно, тот статус, который имела гимназия на протяжении всех этих лет, она уже иметь не будет. Это понятно. Я молю Бога только об одном, что родители и дети украинцы, которые здесь остаются, чтобы они имели возможность обучаться в дальнейшем, согласно велению своего сердца. Тем не менее, просьбы родителей продолжить обучение детей по этим программам или аналогичной программе интеллектуального развития, ответа от Минобразования Крыма не получили. Более того, как сообщала министр Наталья Гончарова, для всех украинских и крымско-татарских классов просто переведут один из российских учебников. Мы огорчены тем, что наша украинская дирекция, наша украинская гимназия против того, чтобы нам дальше поступала с Харькова данная программа «Интеллект Украины». Хотя мы были, если дело стоит в языке, мы были готовы получить на украинском языке эту программу и за свои средства перевести ее на русский язык, если дело бы даже стояло в языке. Но почему-то наше руководство от этого отказалось. В свою очередь, исполняющий обязанности директора гимназии уверяет, в России есть и свои развивающие программы. Из них учитель по желанию может выбрать себе любую, которой будет придерживаться. Сами учащиеся гимназии в своем отношении к ситуации, сложившейся в украинской школе вокруг языка обучения, сдержанные и толерантны. Они готовы учиться на русском языке, если сохранится возможность дальнейшего изучения украинского. Я не могу сказать точно, в какой класс пойду, но мне особо близки и русский, и украинский язык. Украинский нельзя просто бросить, я его учила уже 7 лет. Это просто не то, что глупо, это уже невозможно. А русский язык, я думаю, его тоже надо обязательно изучать, потому что в связи с этой ситуацией, и тем более, лишний язык знать никому не помешает. Мне все равно, на каком языке учиться, но лично я собираюсь поступать в Питер, и поэтому мне, конечно же, будет удобнее учить русский язык. Хотя украинский язык я учила, как уже сказала передо мной, 7 лет, и его я тоже хочу продолжать учиться. Я отношусь к ним равно. Меняются новые предметы, вводятся новые курсы. То есть во всей школе сняли украинскую символику, что очень обидно. На самом деле мы выросли в патриотичной школе. Это очень трудно переходить с одного государства в другое. Очень обидно. В альбургах украинского языка? Пока мы учимся еще на русском, на украинском, а на следующий год мы будем переходить на русском. Ну, как нам говорят учителя, что особенно в трудности не будет просто адаптаться к новому языку, к новым стандартам обучения, потому что пятибалльная система будет на стати 12-бальной. Это говорят, что привыкли. К следующему учебному году в украинской школе-гимназии набран только один первый класс с украинским языком обучения. По утверждению исполняющей обязанности директора Елены Безнищенко, с желанием обучаться с первого класса на украинском языке поступило только 18 заявлений из 113. Продолжение следует...